Денз Баттл 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 Они показывают свое мастерство и проходят этапы. Этапы нашего конкурса следующие. Сначала ребята покажут свои силы в импровизации. Им будет предложена музыкальная композиция, которую они услышат впервые. И им нужно будет импровизировать, то есть показать, что они могут не готовить. Следующее задание будет непосредственно домашним заданием. В течение трех недель команды готовились, составляли связки сами, репетировали, ходили. То есть это был очень длительный такой креативный процесс. И последнее задание это будет мастер-класс, который буду я проводить. И мы будем смотреть, как они быстро могут выучить и показать, в каком виде они могут это все преподнести, показать судьям, чтобы это было достойно, классно. Компетентная жюри в лице руководителя студии Fire Анны Лазарь, хореографа студии Анастасии Мартыненко, тренера по художественной гимнастике Вероники Тренкиной и директора салона парикмахерской империи Марии Сасс оценила в участниках сценическое мастерство, технику, владение стилем, синхронность, музыкальность и креативность. В результате подарки и грамоты были распределены среди следующих команд и танцоров в различных номинациях. Команда андеграунд, капитан Олеся Радевич, победила в номинации «Лучшая команда и лучшая постановка». Сама Олеся стала лауреатом как лучший танцовщик. Команда «Dance with me», возглавляемая Вероникой Левкевич, выиграла номинацию «Лучшее шоу», а Вероника стала лучшим капитаном и лучшим танцовщиком в своей возрастной категории. Команда «Пульс», капитан Вероника Гордеева стала лучшей командой в возрастной категории 11-13 лет. Варя Борисова и ее команда «Step Light» получили грамоту в номинации «Лучшая импровизация». Варя стала победителем в номинации «Лучший капитан» в возрастной категории 14-17 лет и обладателем специального приза. В номинации «Лучшая импровизация» победила команда «Экстрим», капитан Алина Игнатик. Команда «Блэкаут» Наташа Полоянович стала победителем в номинации «Лучший стиль». Стоит отметить, что все танцевальные номера, поставленные ребятами, будут доработаны, более основательно разучены и вскоре их увидит более широкая аудитория. Поэтому ждите, что фаер вскоре снова зажжет. Продолжение следует...